Привет-привет! Сегодня на обзоре бюджетная модель THL-T6C. Вот такая вот моделька. Ценовая категория одинаковая с DOOGEE X5. Подписчики просили сравнить, показать, как он будет работать, что он умеет. Поэтому вкратце, 1 гигабайт оперативы, 8 встроенной, IPS-матрица, 5.0 экран. Такая же начинка, по идее, как и у DOOGEE X5. Но давайте меньше слов, больше дела. Скрываем посылочку. Летело на удивление быстро. 16 дней. Новый поставщик. Давайте посмотрим, что передал. Отзывов у него положительных на эту модель очень много. Отгрузил быстро. Без всяких морочений и фейковых номеров отслеживательных. Пустая коробка. Посмотрим, что он нам дал. Подарил вот такой пластиковый чехольчик на заднюю крышку. Респект. Вот такая вот коробочка. Как я вам говорил, THL-T6C. Поддержка 3G-телефона. Android из коробочки 5.1. 4 ядра 1.3 разгон. Размер телефона 71.6 на 143.9. Толщина 8.2 мм. Поддержка сети 2G, 3G. Дисплей 5.0. Камера фронтальная 0.3. Интерполяция до 2.0. Задняя 5.0. Интерполяция до 8.0. Поддержка видео 3G.0. Короче, почишу весь контент. Он поддерживает. Есть Wi-Fi. Две сим-карточки. GPS-навигатор. А GPS. Сенсорное стекло. Так. Вот так он пришел. Вот такая на магнитах коробочка. Вот так выглядит. Вот такой вот телефон. Экран визуально не разбит. Все хорошо. Давайте смотреть, что в комплектации в коробочке. Вот такая нитка. Щелк. Коробка открылась. Быстрый старт. Зарядная голова. Ну, короче, бюджетная комплектация. Батарейка была в коробке. Кабель USB. Мини-USB стандартный. Вот такая вот голова зарядная. Чем-то похожа на LG-зарядочку. Так. 5 Ватт. 500 мА. Ну, голова такая. Средняк. Будет долго заряжать. Далее. Быстрый старт. Цветная макулатура. Для тех, кто ни разу не пользовался андроидом. И батарея. Батарея, как мы видим. Ну, вроде плотная. Заявлено 1900 мА. Ну, давайте смотреть. Батарейка тоненькая. По весу такая. Средняя. Нелегкая, нетяжелая. Вот так выглядит наш девайс. Оказывается, он не черный, а такой темно-глубоко-синий цвет. Сзади маркировка от Kihl. Диодная вспышка. Камера под пленкой, вижу. Здесь расположился динамик, насколько я понимаю. На верхней грани зарядка. 3,5 мм джек. Интересно, вот такая хромированная каюмочка. И внутри прощупывается кнопка включения телефона. Если вам видно. И на левой грани качеля громкости. Также, если так смотреть, ты ее не увидишь. Надо только ее нащупывать. Тоненький телефон. Довольно симпотный. Ну, давайте его вскрывать. Так, как же он вскрывается? Ага, вот так. Вот так выглядит он изнутри. Под микро-СДшку. Одна карта вставляется полноразмерная. Так, маленькая. По-моему, наоборот. Ставим батарею. И сделаем первый старт данному телефончику. Люфта скрипа нету. Хотя тонкий. Ну, давайте первое включение. Включился THL. Наверное, на полную яркость. Поэтому телефон слепит. Сейчас он включится. Я уберу яркость. Телефон довольно солидно лежит в руке. Приятно. Везде можно достать пальцем. Смотрите. Такой размер. Именно под руку. Окей. Hello. Так. Ну, давайте сразу найдем настройки. 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 Все на китайском. Тюринь-тюринь-тюринь. Так. 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 Дисплей. Дисплей. Front. Нет. Это оказывается не на полностью. Яркость очень хорошая, ребят. Смотрите. Я включил. Это было на минимуме. Давайте найдем язык. Язык вода. Смотрите. Практически все языки собраны, которые существуют. Поэтому никто не обделен. Есть и украинский, и русский. Смотри. И турецкий, и болгарский. Короче. Все языки есть. Ну, первое ощущение. Смотрите. Работает шустренько. Размер 5.0. Экрана. Прикольно. Давайте посмотрим звуки. Динамик переключения мы слышали с вами. Wi-Fi. Сейчас проверим, как ловит Wi-Fi у нас. Отлично ловит. Все сети, которые рядом, все словил. Дальше. Настройки. Звуки удоведомления. Давайте на улице и посмотрим. Хороший звук. Если сравнивать два телефона, звук довольно громкий. Поэтому, кто любит меломан, слушать музыку, прикольно, ребят. Отлично. Так, камера. Ну, камера с интерполяцией, как они заявляют. Да, что-то она притормаживает. Давайте фотканем текст. Ну, что-то он тупит. Я имею в виду, камера по полной голове. Ну, камера не ахти. Говорю сразу, может, ее нужно настроить. Стоит 8 мегапикселей. Ну, и до 8 мегапикселей. Как раком до Киева. Ну, сами видите, чтобы не быть голословным. Камера не очень. По IPS-матрице. Ну, так будем говорить. Середнячок. Я потом проведу два теста. Покажу и тот, и тот телефон. И вы сами поймете. Для бюджетного телефона нормально, ребят. Лучше ему крупные цифры. Смотрите, есть русские буквочки везде. Я уже посмотрел. Вроде корректно все переведено. Вот такие два рабочие стола. Телефон, контакты, смс-ки, браузер, камера. Красиво, яркие. Такие значки. Play Market установлен изначально. Google сервисы все поддерживают. Поэтому практически вам ничего загружать не надо. Взяли телефон, ставили сим-карточки и пользуйтесь. Я думаю, телефоном вы будете довольны. Музыка папки голой. Ничего здесь нет. Что у нас насчет жестов о телефоне? Android 5.1. Должен быть Lollipop. Да. Летающий Android. Беспроводное обновление. Да. Можно обновиться будет по воздуху. Ну, больше никаких возможностей таких нет. Спец возможностей. Субтитры, жесты. Крупный текст можно сделать. Видите, у кого плохое зрение, будет крупный текст. Ну, вот такое первое впечатление. Первое знакомство с этим телефоном. Мне он понравился. Ну, огорчила камера. Может, камера то, что в пленке, ребята. Вот, наверное, что еще. Ну, наверное, я сниму, сделаю потом на него тест. Сниму аккуратно пленочку и протестирую. Да, я дупля не отбил. Тут стоит пленка. Поэтому фотографии получились такие плохого качества. На экране стоит изначально защитная пленка. Я отдирать ее не буду. Отодрали. И там уже будет приклеена обычная пленка, которой можно пользоваться. Ну, все, ребята. Вот такой телефон сегодня был у нас на знакомстве. Спасибо за обзор. Пальцы вверх. Подписываемся на мой канал. Остаемся со мной. Приводим друзей. Пока-пока. Ждем полного обзора.